Скажите, будет такое, когда-нибудь свет не будет, а выключаться месяц, два, три месяца? Это зима сегодня. Да, я понимаю, наверное, некоторые греются, сплиты включают, наоборот тянут. Летом наоборот, кондиционеры включают. Ну это же просто, ну просто нонсенс. А какой-то у нас каждый день через день 2-3 тысячи людей сидят без света 4-5 часов. Глава города-курорта обращается к энергетикам фактически от имени жителей. Те поясняют, в 2017 году они подключили более 3,5 тысяч новых потребителей и установили порядка 6 тысяч приборов учета, которые помогают предотвратить хищение. Такие работы можно проводить, лишь останавливая ту или иную подстанцию. Мы стараемся минимизировать, все зависит. Мы и так, глава говорит сейчас об этом, мы и так стараемся скомпоновать как можно людей от одной липроустановки, чтобы за один день это количество подключить. По словам Максима Снивщикова, закон жестко регламентирует сроки подключения. Юрий Поляков в ультимативной форме потребовал дать ему предложение, как исправить положение дел. То аварийные отключения, то плановые, то аварийные, то плановые. Законы мы знаем. Закон на то и закон, чтобы вы его исполняли и постоянно давали свет людям. Вот закон, простой. Закон не такой, что я вас отключу, потому что мне надо Васю там отключить. Это не закон. Я вас убедительно прошу, мне предложения дайте какие-нибудь. И что будет у нас в ближайшем светлом будущем. Состояние инфраструктуры – одна из ключевых тем подготовки к предстоящему курортному сезону. В Витязево отремонтируют улицу Рабочую, чтобы разгрузить Черноморскую. Станицу Благовещенскую подключат к новым источникам воды. Прорабатывают сразу два варианта. Параллельно идет зачистка от незаконных объектов. В Витязево из 17 намеченных осталось два. В самой Анапе работают по 8 точкам. Что касается незаконной торговли, то глава города заявил, что административная комиссия исчерпала лимит предупреждений. На всех комиссиях никаких предупреждений, только штрафовать, понятно, да? Никаких предупреждений, никого убаюкивать мы не будем. Все это одни и те же люди, которые нарушают и не санкционируют торговлю. Практика показывает, что любая активная работа рано или поздно дает результат. Так уже пять застройщиков готовы передать в ведение муниципалитета семь помещений общей площадью порядка 270 квадратных метров. Там планируется размещать почтовое отделение, опорные пункты полиции, другие социальные объекты. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.